Болезни сердца – главная причина летальных исходов во всем мире. Ежегодно сердечно-сосудистые заболевания становятся причиной смерти более чем 2 миллионов человек. При этом врачи говорят, что большинство смертей можно было предотвратить, если бы люди вовремя обращались за медицинской помощью. Сегодня в Международный день сердца медики столичных медицинских учреждений предлагали всем желающим измерить артериальные давления и пройти бесплатные консультации. Цель акции – напомнить людям о необходимости не забывать о профилактических осмотрах, которые могут помочь поддержать здоровье и сохранить жизнь. Людей, которые пришли сегодня в Центр семейных врачей в секторе Буюканы, привлекло информационное панно, украшенное красными сердцами. Врачи приглашали людей измерять артериальное давление. Больше всего этим заинтересовались пенсионеры, которые рассказали нам, что с годами этот вопрос становится все актуальнее, потому что цифры на тонометрах постоянно меняются. Давление меряю через день, через день, через день. И вечером меряю, и утром, и потом через день. Даже по два раза бывает. Я починил этот аппарат и хотел спросить у врача, все ли с ним хорошо. Я уже где-то семь лет его использую. Он всегда рядом со мной лежит на столе. Он знает свою работу. Эта женщина говорит, что уверена в том, что у ее мужа несколько месяцев назад случился сердечный приступ. Теперь он почти не двигается, плохо видит и постоянно страдает от высокого артериального давления. Это был инсульт, но никто об этом не знал, ни врачи, никто. Я вызвала скорую, чтобы они дали ему лекарство от давления. А после того, как они уехали, спустя два дня, он мне сказал, что плохо видит, как будто свет потух. До сих пор я не очень часто мерила давление, только тогда, когда чувствовала, что оно повысилось. А теперь буду делать это чаще. На АМТ Буйукань, тости дарьи могут сэшмасоаре тензиуна артериала и сэбенефицизе де консультатии гратисти, дин партия медикулу кардиолог. Дако тензиометру ларата 120 по 80, путем ста фаро грязь. В случае, в случае, в котором были непосредственность нерегулировки, пациенту будет вреден для инвестигаций суплементарии. Повышенное артериальное давление у молодых людей. Повышенное артериальное давление встречается у каждого третьего взрослого человека в мире. Последствием этой проблемы могут стать инсульты, инфаркты, сердечная недостаточность, проблемы с почками и другие проблемы со здоровьем. Для их избежания медики рекомендуют исключить стрессы, вести активный образ жизни и придерживаться правильного питания. И самое главное – вовремя обращаться к врачам. Именно этим большинство людей пренебрегают, говорят медики. Как правило, люди обращаются уже в сложном состоянии, когда уже необходимо назначать несколько видов медикаментов, и это лечение уже необходимо принимать в течение всей жизни. По данным одного из международных исследований, более 75% летальных случаев, вызванных незаразными болезнями, происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. При этом около 80% таких случаев можно было бы предотвратить, если бы люди вовремя обращались к врачам. В Молдове в прошлом году незаразные болезни стали причиной 800 летальных случаев на 100 тысяч населения.